итак во втором видеоролике я буду рассказывать о том как восстанавливать windows из архивных копий которые мы сделали программами кронис и прогон но откроем прогон жесткий диск прогон так ну тут даже есть защита восстановления данных и так мы зайдем на вкладочку восстановления с виртуального диска пройдем сюда и как помним у нас на вот этом вот разделе был архив парагона вот этот вот теперь перед тем значит что я сделаю вот я зайду жесткий диск вот и нажимаю очистить диск применить эти задачи и пусть он полностью очистит диск чтобы вы видели что вот при самых таких серьезных авариях которые у вас случаются и вам приходится жесткий диск переформатировать все равно значит эти программы работают ну в данном случае вот мы проверим парагон а потом еще проверим окронис true image и вот появляется запись значит инициализировать ну давайте инициализируем только у меня он был gpt вот я gpt его и сделаю нажму окей и нажму на флажок применить продолжить вот пусть он у меня этот диск и и инициализирует и так как вы видите это у меня solid state drive диск ssd на четыреста семьдесят семь гигабайт ничего я на него пока не записывал ничего вот будем на него и восстанавливать на ту копию которую мы сделали программой парагон значит вот пожалуйста давайте посмотрим вот я подсвечиваю что сюда должно все пойти нажимаю на далее все пускай удаляет и восстановить сейчас пишет что мастер не применил внесенные изменения hard disk management работа в виртуальном режиме чтобы измениться при себе используйте команду применить вот нажимаем применить да просит прямой доступ итак заканчивается перенос из виртуальных контейнеров информации на жесткий диск и я думаю что скоро у нас это дело закончится вон уже видно что общее состояние сто процентов сделано не будем торопиться немножко подождем итак и получаем сообщение что все успешно завершено ну если все успешно завершено давайте это окошечко закроем закроем сам прогон и перезагрузим компьютер итак мы получаем сразу картинку загрузки винды нажмем на вход заведем свой парольчик ну и давайте войдем посмотрим что тут у нас творится ну вроде бы как все необходимое восстановилось ну мы сейчас еще проверим самой программы вот акронис у меня здесь есть диск директор значит что у нас один раздел второй раздел локальный диск 77 гигабайт и свободно 30 еще один раздел неизвестный ну и плюс еще 300 гигабайт 397 почти что 400 гигабайт свободно туда я еще могу и поставить еще несколько линуксов и сделать нтфс раздел кладовочку так называемый диск д ну в принципе самое главное что вот практически хоть тут и нет названия что там не занято и так далее но тем не менее вот все здесь восстановилось и так теперь мы значит снова вернемся на сборку Сергея Стрельца отформатируем диск и попробуем восстановиться при помощи программы акронис true image ну я выключаю компьютер и так я загружаюсь с диска Сергея загрузочного диска Сергея Стрельца отформатируем жесткий диск свой твердотельный и на него попробую восстановиться программы акронис ну практически диск у нас чистый теперь будем на него программа акронис ставить винду поищем резервную копию вот это резервная копия ну вот и значит правой кнопочкой мышки восстановить дальше и вот пусть она все это делает как говорится и восстанавливает вот я указываю незанятое место иду на следующее на незанятое снова это вот раздел С основной куда будет винда устанавливаться здесь приходится обычно ждать потому что по опыту скажу что время требуется больше ну вот наконец появилась долго ждать пришлось там две или три минуты незанятое место принять вот появилась информация идем дальше следующая по списку опять таки указываю на незанятое место все появилось и еще новое хранилище вот здесь укажем его укажем диск куда все это дело будем ставить дальше и приступим ну сейчас время вот видно 2 часа 5 минут ну немножко подождем и так и так заканчивается процесс восстановления ну еще потребуется время на скажем так сопряжение с железом так что хоть тут вот вроде бы процесс и закончился но еще идет синхронизация с операционной системой это тоже занимает какое-то там определенное время но уже не столь долгое в конце концов получаем долгожданную табличку что операция успешно завершена заняло все это дело около 14 минут закрываем диск директ окрониз true image и зайдем еще раз окрониз диск директор посмотрим на то какие разделы у нас сохранились ну вот практически только вот один раздел остается у нас так и остается неизвестно а так системный раздел зарезервированный он становился нормально значит эфи система загрузчик так ну вроде бы как все хорошо перезагружаемся и смотрим что получилось винду ну а все остальное как говорится уже дело настроек по крайней мере все работает и все нормально это я подключил сейчас сеть поэтому у меня сейчас интернет нормально все показывает но меня это устраивает а вот таким вот образом значит победителем из двух программ лично у меня вышел Акронис в Акронисе как вы теперь понимаете есть две скажем так программы одна сделает создает бэкапы и восстанавливает из них другая значит управляет разделами жесткого диска единственный значит недостаток у Акронис диск директора вот он это то что он не видит разделы в формате extension 4 линуксовские а вот парагон это делать умеет вот посмотрите вот здесь у меня расположены линуксы и сообщение везде нет форматирован раздел нет форматирован на самом деле раздел форматирован в формате extension 4 а так все остальное как говорится все нормально так что на этом я с вами прощаюсь а вам значит рекомендую в принципе это лично моя такая рекомендация пользоваться программой Акронис струимич для создания бэкапов и восстановления из них она сказать более надежна ну вот на этом я прощаюсь с вами желаю вам всего самого лучшего и до новых встреч